всех приветствую обзор анализ прогноз криптовалют вчера у нас bitcoin показал хорошее такое импульсное снижение думаю мало кого это напугало но мы давайте с вами посмотрим что теперь можно ожидать в ближайшем будущем от движения биткоина эфириума и вообще крипто рынка в целом в общем вся крипто показывает небольшое снижение но как вы видите цвет недостаточно яркий то есть снижение было менее чем на 10 процентов в данный момент исключение составляет конечно же монета луна чуть позже расскажу почему это произошло почему именно эта монета показывает самое сильное снижение терра луна находится и в топе по объему торгов вслед за биткоином эфириумом и основными стейблкоинами она же показывает и самое большое снижение как я говорил ранее более 21 процента минус перед тем как перейти к новостям отмечаем вот такую тенденцию закрытие позиции на вчерашнем снижение достаточно велики то есть вот такую палку отрисовали в минус люди закрываются себе в убыток подобные большие объемные закрытия были еще в июле 22 года то есть середине лета посмотрим несколько интересных новостей которые больше всего привлекли мое внимание и первое из них это ослабление инфляции в сша не оправдала надежд bitcoin оказался под давлением здесь у нас речь идет о вчерашнем отчете по потребительским ценам сша именно на этой информации биткоины и многие рынки также показали сильное снижение годовой рост потребительских цен сша в августе замедлился с 8 с половиной до 8 3 процентов его стержневой показатель ускорился с 5 9 до 6 3 процентов эти данные укрепили сценарий сохранения агрессивной политики фрс и привели к продажам на рынке криптовалют после выхода этих данных теперь все думают что ужесточение будет на следующем заседании фрс еще более жестким речь уже идет о повышении процентной ставки сразу на 100 базисных пунктов то есть на целый процент но и вот здесь тоже это сообщается информация согласно рынку фьючерсов вероятность повышения ключевой ставки на заседании 21 сентября сразу на 75 базисных пунктов достигла 80 процентов месяц назад такая вероятность составляла всего лишь 45 процентов то сейчас основной сценарий это повышение на 75 базисных пунктов но и аста пунктах тоже многие начали поговаривать можно сказать что повышение еще не состоялось а рынке уже закладывают данный сценарий то есть 21 сентября и если такой сценарий не отработает будет повышение например на те же 75 пунктов либо на вообще 50 то рынок может показать хороший рост то есть негатив уже будет заложен и он не случится также хочу порекомендовать вам отличную крипто биржу бен x у нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения кей войси то есть не нужно подтверждать свою личность документами что особенно важно для трейдеров из россии и беларуси санкции там вас не достанут кроме спотовые фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125 на бен x можно торговать также и форекс это различные валютные пары также доступны индексы самые популярные из них это snp 500 nasdaq dow jones также есть возможность торговли товарами к примеру нефтью золотом и природным газом еще одной интересной особенностью бирже является копия трейдинг если вы не уверены что сможете самостоятельно торговать то можно просто выбрать трейдеры из списка на платформе и его сделки будут автоматически копироваться у вас ну или если вы гуру трейдинга то можете сами стать тем кого будут копировать и дополнительно зарабатывать еще и на этом а теперь скажу пару слов о бонусах для тех кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео кроме множества акций для новых пользователей которые так есть на бирже бен x есть два дополнительных бонуса первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25 процентов на торговую комиссию на целых 90 дней и второй бонус это все кто зарегистрируется по ссылке в описании будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 из детей случайным образом будут выбраны аж 100 человек и каждому достанется по двадцатке поэтому сами видите призов достаточно много шансы выиграть велики розыгрыш проведем через несколько дней за датой следите в новых видео и телеграме регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже бен x в россии предложили внести крипту в гражданский кодекс сейчас предлагают узаконить трансграничные криптовалютной операции в 2023 году то есть уже на следующий год но для этого потребуется изменение в гражданском кодексе об этом опять заговорили в минфине и вот по их словам для осуществления международных платежей цифровой валюте крипто должна быть на юридическом уровне признана имуществом еще также немаловажный вопрос это налогообложение крипты я вспоминаю эти разговоры еще в конце прошлого года начале этого года и по сути ничего кардинально не изменилось по-прежнему все это только обсуждается по-прежнему они не понимают что нужно сделать единственное что глобально изменилось это то что россия получила большую кучу санкций и теперь крипто способна хоть как-то помочь разрешить часть актуальных вопросов то есть хотя бы осуществлять трансграничные переводы а что касается оплаты внутри страны то я по-прежнему считаю что по крайней мере в ближайшем будущем на это можно не рассчитывать максимум что введут и узаконит в россии по поводу крипты это налогообложение еще одна важная новость это на бирже бен x о которой говорил чуть ранее вводит нулевые комиссии на спотовой торговле данная штука ввелась еще 7 сентября поэтому тот кто зарегистрировался по ссылке в описании получил 20 из детей я думаю уже в курсе этой новости принять участие в акции могут абсолютно все пользователи биржи бен x все комиссии за совершенные сделки на спотовом рынке будут компенсированы и зачислены на фондовый счет торговой комиссии будут возмещаться и зачисляться на фондовые счета ежемесячно то есть за месяц что-то на торговали и на следующий месяц всю эту комиссию вам вернут обратно в общем еще один неплохой бонус для того чтобы начать торговать именно на этой бирже также в комьюнити этой бирже постоянно проводятся розыгрыши в телеграме заглядывайте к ним и участвуйте ну и вот та самая новость про терра луна в южной корее суд выдал ордер на арест до квона именно поэтому тары луна падает из топовых монет больше всех суд сеуле выдал ордер на арест до квона и еще пяти человек по обвинению включающим нарушение законодательства и южной корее о рынках капитала но пока его не арестовали потому что не в южной корее он сейчас находится в сингапуре и поэтому данный арест носит такой условный характер если его не выдадут то пока он будет на свободе много негативных новостей уже было по поводу этой монеты по поводу док вона в этом году падала монета достаточно сильно и если посмотреть график давайте начнем с дневки например вот так она выглядела то есть терра луна у нас достигала в районе 120 цена у него было и затем грохнулась до нуля и сейчас колеблется внизу но вот эта ситуация выглядит достаточно неплохо вот этот отскок если приблизить его и посмотреть на часовике то падение здесь в три волны в такой зигзаг а это значит что данное снижение носят коррекционный характер и вполне может вырасти до предыдущих максимумов локальных естественно ближайшем времени локальные максимумы это вот здесь в районе шести с половиной баксов после завершения данного снижения если мы не продолжим валиться и не пробьем вот эти вот уровне в районе 2 185 это то есть как это сейчас выглядит данное движение очень похоже на 1 2 3 4 еще волна 5 откупы здесь пошли неплохие как раз достигли пиков здесь 2 и 2 цена еще есть пики и объем пошли неплохие видим дивергенцию здесь правда масштаб не такой большой всего лишь часовик но все равно на этом масштабе видим три волны вниз коррекционное движение падение объемов внизу повышение объемов кульминация фактор на разворот осталось найти здесь еще за 1 импульс подождать и вполне можно залетать со стопом за основание импульса перспектива роста здесь неплохие если все будет нормально то можно более ста процентов здесь на этой монете получить давайте посмотрим основные монеты это конечно же bitcoin что у нас происходит на графике главной криптовалюты освежим в памяти на дневке у нас предположительно волна 1 сейчас развивается волна 2 и возможно начинается волна 3 но если приблизить и посмотреть текущую ситуацию что у нас произошло за последнее время здесь у нас развивается восходящее движение которое может вписаться по крайней мере в два сценария первый сценарий это то что коррекция во второй волне завершилась и сейчас мы будем развивать волну один данное падение волна 2 и дальше 345 это один из сценариев и еще один предыдущий который озвучивал несколько видео назад это то что мы еще дорисую волну 2 то есть это была волна а будет волна b волна c и потом еще снижение на одну но что здесь объединяет оба этих сценарий это то что ближайшем будущем если мы не сломаем вот этот лой не пробьем его вниз примерно на 18 470 то бы этих сценария предполагает еще один как минимум импульс наверх то есть снижение сейчас коррекция и будет еще один импульс наверх который как я думаю вы уже и сами догадываетесь имеется льву зону на предыдущем локальном максимуме но его пока уберем вот такие два сценария здесь еще раз повторю данное снижение воспринимаю как коррекционная к предыдущему импульсу посмотрим давайте еще эфириум здесь немного ситуация отличается но в целом расклад аналогичный предполагал я что не уйдем и ниже вот этого уровня но пробили мы вместе с биткоином его ниже это не критично потому что сценарий основной глобальный такой же как и по биткоину предположительно волна 1 сейчас развиваем волну 2 есть варианты что мы уже развернулись и дальше пойдем наверх есть вариант что мы еще раз сходим вниз дорисовав структуру волны 2 и оттуда уже пойдем наверх в общем сценарий как и по биткоину и я такие движения не ловлю я смотрю более глобальную картину данное снижение который мы видели вчера также для меня имеет в приоритете коррекционный характер ближайшие цели неизменно это предыдущие пике примерно в районе 2000 долларов